ну что девочки всем здравствуйте всем хорошего дня мы еще раз с вами присоединяемся присоединяемся мы еще раз с вами выходим в эфир по поводу наших новинок fiber base гель потому что прошлый эфир как я обещала выложить он к сожалению не сохранился по независимым от меня причинам не знаю что произошло видимо что-то с интернетом было в общем не получилось поэтому мы сегодня еще раз поговорим о новинках о fiber базах и я пока покажу какие-нибудь несложные достаточно быстрые дизайны к новому году хочу сделать один пальчик на себе вот сюда я покрою fiber базу и хочу выложить стразики так что и что успеем посмотрим еще на типсах здравствуйте девочки всем здравствуйте всем хорошего дня присоединяемся до активненько ну что fiber базы повторюсь еще раз что такое fiber базы возможно у нас кто-то новенький кто-то прошлый раз не смотрел эфир fiber базы это базы гель-лаковые они у нас жесткие хорошие классные для тонких ослабленных ноготков они имеют в составе синтетическое армирующие волокно такие знаете файбер частички прям полоски и эти как раз такие волоски эти частички позволяют нам с вами именно укрепить ногтевую пластину они получаются служат жестким каркасом и тонкие ноготочки за счет этого очень хорошо держат в нем здравствуйте девочки здравствуйте поэтому файбер базы это на мой взгляд очень сейчас актуальная новинка она мне кажется очень будет пользоваться спросом я ее тестирую и на себе в том числе потому что у меня достаточно такие капризные ногти они кроме геля ничего не держат поэтому как раз будем потихонечку тестировать еще и на себе что еще 4 оттенка вышла оттенки прям 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 но одна прозрачная и три оттенка вообще прям супер у меня 02 milk очень ждали девочки очень прям прям в восторге всем я насколько не люблю молочку на себе но знаете для себя для зимы сейчас украсить чем-нибудь очень классно будет при том что я помню что я говорила что я не буду делать бледнятину на зиму но я ее буду это бледнятину украшать сейчас чем-нибудь ярким поэтому бледнятину не будет и здесь буду гореть как раз стразиками так что так присоединяемся потихонечку как раз начнем мы с моего ноготочка наверное а я сейчас покажу их и девчонки я подготовила но ничего не выкладывала как раз все сейчас будем делать под камеру так на что переключаемся потихонечку всем здравствуйте кто к нам присоединяется если поправлю камеру немножечко всех рада очень рада видеть люблю к вам выходить в эфир редко это получается но очень люблю это делать выключаю здравствуйте девочки здравствуйте выключаю фильтр как и в прошлый раз кто еще не приобрел базы я повешу ссылку в шапке профиля сразу после эфира она появится я повешу ссылку на эти файбер базы на базы на эти в магазине вами shop поэтому кто еще не приобрел их и захочет просто можно будет по ссылке перейти и там их уже заказать так ну здесь у меня ноготок подготовлен более-менее здесь у меня чего только не было по цвету даже не смотрите даже не пытайтесь понять что там было там чего только не было сейчас мне кажется в одну сторону чуть-чуть я как-то стасила обезжириваем тщательно хорошо прям обезжириваем ноготок четверг будет даймонд круто девочки на самом деле базы очень кайфовые по цветам они мне понравились прям прям понравились понравились и так я вам сначала их покажу все так хотя у меня видео есть в stories было в stories я выставляла с этими базами но естественно в живую показать намного круче мне безумно нравится стиль мне безумно нравится сами коробочки я готова их просто оставить и в принципе поставить на стендик и любоваться ими всегда они прям прям классные выглядят они вот таким образом это 15 миллилитров цвет 01 это клер здесь кстати не смотрите на ручку я ее просто вот честно прям на ляпала чтобы они у меня не отвалились они уже прям хотели отвалиться и будут чуть чуть позже к выходным делать себе дизайн здесь еще тоже не закончила ну как всегда все никогда итак давайте на них посмотрим поближе это прозрачка прозрачка прикольная в прозрачке она такая густенькая знаете по консистенции она между макси наверное и медиум базы на камеру наверное не видно сейчас вот здесь вот прям ворсинки волоски плавают в базе вот мне кажется сейчас прям видно она тянется прям кусочками тянется это нормально это так и должно быть за счет волосков все как раз таки происходит но девочки она превосходно выравнивается вообще шикарно выравнивается на ногтевой пластине я ей работала вообще никаких проблем в работе с ней не 2 оттеночек это у нас milk классный цвет это один из самых будет популярных цветов этот и наверное как раз таки даймонд это milk 02 по консистенции она тоже такая густенькая в принципе между медиумом и макси базы и у нее безумно красивый молочный оттенок оттенок именно как все просили не белый и не такой бледно молочный знаете вот белесая холодная даже не могу сказать что она холодно холодно у нас наверно белесо-розовая 12 база а это вот именно белый оттенок он не желтеет в процессе но здесь матовый топ здесь может быть просто топ запачкался она не желтеет после полимеризации вообще шикарно стоит видите вот я ее наносила уже неделю назад как бы от слоечек нету ничего нет шикарно здесь у меня была какая-то еще внизу база и сверху я наносила молочную тоже принципе если смотреть отдельно она достаточно хорошо перекрыла тот свет там я не помню даже что у меня было пока у меня был оттенок неважно дальше третье это у нас натурал пинг натурал пинг очень красивый розовый оттеночек мне прям очень понравился такой нежный нежный конфетный какой-то прям сливочно конфетный вкусный вкусный я визуал и мне все время вкусные цвета хочется прям съесть знаете аж слюнки течь начинают это такой как раз вариант она какая-то прям сливочно сливочно зефирная вот вот так вот скажу очень вкусный оттеночек и на ногтях очень красиво смотрится смотрите у меня вот здесь вот получается вот этот оттенок а сверху я чуть-чуть промазала белесенькой получился такой классный цвет ну я делала себе все разные просто сейчас подгоняла в тон вот этим чтобы дизайн сделать очень прикольно получилось и 4 это как раз даймонд прикольная прям необычная база цвет как у 2 молочный но у нее есть серебряный красивый шиммер знаете вот на новый год все в одном флаконе вас база у вас цвет у вас еще и блестки все как любят наши клиенты идеально прям идеально сейчас я их выкрашу на ноготках на типсах чтобы было видно что и как ну прозрачку я не буду конечно же выкрашивать нет девочки запаха у них такого как у твине нет запах у них обычных баз вот запаха такого прям сверхъестественного нет это твинки наши да твине вообще пахнут конечно бомба липучку сейчас я их выкрашу быстренько но белую 0 2 я не буду выкрашивать прозрачную я вам покажу чтобы вы видели как она выравнивается чисто покажу не буду ничего полимеризовать покажу просто выкраску быстренько молочную 0 2 я на себе уже вам покажу поэтому смысла ее нет выравнивала выкрашивать первое начнем с прозрачки прозрачку я именно вам консистенцию хочу чтобы вы посмотрели и как она выравнивается наносим как всегда тонким слоем сначала видите даже тонкий слой сразу раз и выравнился несмотря на то что там частички присутствуют базы кладем моделирующую капельку и аккуратно ее разравниваем помогаем если нужно кисточкой переворачиваем вот смотрите даже если не помогать тонкой кисточкой она практически сама смоделировалась несмотря на консистенцию несмотря на то что у нее частички достаточно такие крупненькие ворсинки она шикарно моделируется я ее сразу снимаю полимеризовать ее не буду нет ни смысла в этом нет смысла верней и показываю сразу следующую девочки в instagram сейчас комментарии у меня высвечиваются очень очень тонкой строчкой поэтому если вдруг я не увижу ваш комментарий ваш вопросик переспросите еще раз я буду стараться акцентировать на комментариях внимание но сами понимаете когда работаешь это сделать сложновато дальше троечка у нас это пинг которая так где она у нас это натурал пинг вот базы мне очень понравились я вы знаете я никогда вам не подскажу не прорекламирую не скажу не буду там как-то акцентировать внимание на том материале который мне не понравился но вот честно не буду если мне нравится то я буду об этом аж аж кричать вот эти базы мне очень нравится и по консистенции и по цветам оттеночкам переворачиваем блин кистью влезла неудобно конечно под камерой но ничего страшного переворачиваем все у нас центровалась смотрите она шикарно уже выровнялась прям прям супер кисточкой тоненько если подправить где-то вообще прям идеально будет опять-таки с учетом того что я сейчас ее держу она у меня стекает по бокам естественно это видите вот блик какой шикарный по поводу звука качество видео девочки все видно все слышно все нормально не прыгаем не рябим и последняя даймонд выкрашу чтоб видно было вот этот шиммер он такой прям нежный нежный прям нежнятинга видите вот ее когда начинаешь выкрашивать смотрите вот она прям неровными кусочками как будто ложится вот это как раз таки есть вот эти волокна наши файбер волокна армирующие но она моментально смотрите моментально раз и выровнялась и так же наносите капельку небольшую если девочки не знаете как в шапке профиля найти ссылку на покупку я выставлю после эфира stories и поставлю окошко где можно поставить будет плюсик я вам кину ссылку если будет нужно хорошо потому что я знаю что не все инстаграмом пользуются прям замечательно в общем не буду тратить время на то чтобы ее окончательно до выровнять потому что я их сушить не буду но сам факт смотрите все видно все хорошо слышно супер девочки спасибо большое за обратную связь потому что иногда не не понимаешь в эфире ты или нет так смотрите вот она она выровнялась она классная поправлять ее уже не буду прям видно буду делать на себе чтобы успеть вам еще что-то показать если будем успевать тогда я уже в на ноготочках буду все вам показывать дополнительно хорошо и так у меня ноготок подготовлен я его обезжириваю уже наверное 25 ты раз обезжириваю но ничего страшного зимой это не мешает потому что крема никто не отменял nail prep обязательно 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 ультрабонд это у нас прям табу и я снимаю не размачиванием потом поэтому я спокойно наношу на отросшую часть дальше у нас прозрачка я люблю работать с прозрачкой а кстати забыла сказать девочки самое главное смотрите эти базы также содержат еще и витамин е и кальций то есть помимо того что они держат шикарно слабые ногти помимо того что они прям прям работают как вот эти волоски ворсинки не работают как арматура в наших ноготках да вот кто хоть когда-нибудь видел как строится дом то есть между кирпичиками еще укладывается железная арматура чтобы был каркас вот эти файбер частички они работают как раз таки как каркас и помимо этого еще витаминчики комплекс витамины е и кальций они проникают ногтевую пластину и помогают как раз восстановить наши убитые или тонкие ломкие ноготки вот прям мне надо потестить знаете снять хоть я не не ношу базы именно гель-лаковы потому что у меня ну не держатся они мне надо прям сделать себе после нового года конечно сейчас уже не буду снимать все свои дизайны после нового года я наверное сниму полностью ноготки и по тестю прям на свой натуральный ноготь посмотрю как на моих ногтях будет стоять это база в чистом виде потому что у меня не держится гель-лаковая база не одна эфир конечно постараюсь сохранить девочки я поэтому второй раз и вышла потому что первый эфир у нас не сохранился а информации там было очень много по базам поэтому я и решила провести вам второй эфир чтобы его сохранить в ленту опоздум ничего опоздуны у нас прям вовремя присоединяются так что все хорошо все интересное только начинается девочки всем здравствуйте девчоночки так это бейс гель и дальше у меня пойдет база файбер милк я себе возьму сразу тонкую кисть для помощи потому что на себе понимаете да кто хоть раз на себе делал ногти те понимают что такое делать на себе еще и жидкой консистенции жидко я имею ввиду не акри гелем всем привет привет опять-таки у меня был вопрос если ногти трампли на видны и консистенции даже базы макси не хватает для того чтобы выстроить архитектуру девочки наносим тогда базу в два слоя в два этапа первый этап наносите можно не до кутикулы наносить чтобы у вас не было ступеньки потом нанесли небольшой слой просушили обязательно моделируйте иначе потом будет сюрприз и второй слой уже подводите под кутикулу и при спокойно моделируйте всю архитектуру и сушите так ну большой пальчик вообще я все уроки на себе сдавалась всегда себе дело до девочки знаете как я все время смеюсь зато моя модель всегда со мной и днем и ночью мне у меня все время спрашивает почему вы не ходите к другим мастерам либо не берете себе моделей игру девочки потому что никто ко мне не придет посреди ночи никто не придет в три часа ночи делать мне ногти или сидеть у меня моделью а я в основном работаю после 12 если мне нужно что-то отрисовать мне нужно что-то сделать я всегда работаю после 12 когда всех клиентов приняла всех детей уложила мужа поцеловала и начинается наша ночная жизнь и тут просыпается мафия до город засыпает просыпается мафия так у нас nail мафия беру кисточку вот это точно да да так она и получается по-другому к сожалению у нас не как с вами жизнь у нас такая у мастеров да мы работаем тогда когда все отдыхают когда все ложатся спать мы начинаем заниматься уже своими делами какими-то как у меня тут ветер свистит слушайте прям жутко прям даже и на бой ветра не совсем похоже не пойму на что похоже на свист какой-то выравниваю стараюсь подвести под кутикулу максимально видите на себе вот очень конечно дискомфортно это все делать знаете с одной стороны подвести все стекает в другую сторону на клиентах я работала очень комфортно я здесь я не пропала очень удобно это точно мне уже кажется по жизни зомби до этого это вот как пить дать клуб зомби девочки кто там говорил у нас у одной ученицы муж сказал что мы секта и мы ее затягиваем в эту секту вот мы секта зомби мы секта эми зомби это конечно все смешно но на самом деле я очень люблю нашу компанию я люблю нашу марку безумно люблю нашу марку и как я уже сказала если бы это было не очень я бы вам не советовала поэтому так просушиваем хорошо сектанты эми до сто процентов ну потом потом до сушу вот она наша молочная базочка не обращайте внимание на мои сухие подушки они зимой просто умирают у меня вот она молочка вот она молочка даже на длинные ноготочки видите можно все выложить очень аккуратно очень хорошо она дает возможность если еще делать не на себе то вообще будет красота я здесь хочу сделать что я здесь хочу сделать стразы я еще я эми маньяк и страза маньяк кто не в курсе давайте знакомиться так не понадобятся бульон очки не обращайте внимание рассыпаю все вот в такие контейнеры мне очень удобно кто смотрел у нас на эми ростов эфир по стразам те в курсе я очень люблю вот эти контейнеры и все что у меня есть я сразу рассыпаю сюда достаем базу максим сажаю стразы я на базу макси блики с одной стороны ну это да девочки блик когда выравниваешь на себе это жесть это с одной стороны на другую все время перетекает и тогда это это очень тяжело поэтому я вам советую если тяжело особенно если валики вот у меня на этом пальчики прям жесть валики делайте в два слоя будет легче намного сделали один тонкий слой ну средний слой потом 2 так будет намного проще девочки контейнеры блин честно я брала даже не знаю где я брала где попала вот в каком-то магазине увижу беру вот как контейнеры так и стразы у меня и наши стразы и другие стразы чего у меня только нет и очень много я был на выставках беру девочки прям прям очень большой ассортимент я когда езжу на выставке либо по работе вот мы ездили до в москву либо на наши выставки у меня очень много всего вот именно с выставок я здесь здесь сделаю снежинку так достаем достаем декорации достаем декорации сейчас я все сразу подостаю у меня это просто все найти очень сложно никак не куплю себе какую-нибудь папочку для декораций безумно хочу безумно чтобы все туда утрамбовать стаканить потому что очень сложно что-либо найти так вот такие нашла красивые как тут какие-то новогодние она хотела сейчас все найду и будет всего это так вот такие у меня есть красивые декорации есть еще знаете мне нравится кресты 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 можно по-разному использовать абсолютно прям по-разному вот эти вот кресты видите они прям очень красивые и я сейчас как раз посмотрите как можно этим воспользоваться у кого увидела не помню девочки сразу говорю не помню но увидела и мне понравилась безумно идея поэтому как для новогоднего дизайна вот берем какой-нибудь вот такую снежинку зависимости от того какая у вас будет декорация я отрежу здесь от снежинки часть часть мне потом еще пригодится я замачиваю и параллельно покрываю ноготок слайдер топом слайдер топ что мне дает он дает мне сцепку короче на надо на новогодних праздниках заняться упорядовать упорядочиванием своих декораций у меня с переездом вообще не хватает ни на что времени поэтому поэтому жизнь так промазала ну примерно под размер под размер моего если хорошо закрывается то мне уже нравится можно ссылку в личку так 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 а ну-ка расскажите мне эти базы очень жесткие пачки не девочки они как гель-лак но за счет того что там есть именно вот эти файбер частички они создают жесткий каркас такой прям достаточно мощный каркас поэтому они гель-лаковые но при этом достаточно жесткий так девочки как про контейнеры кто что видел кидайте мне в личку пожалуйста потому что я здесь сейчас не найду никакие не ссылки ничего киньте мне кто там что пишет в личку хорошо после эфира девчоночки смотрите я сделаю вот такую здесь красоту вот такую прям подведу под кутикулу чтобы было так я там хоть в камере чтобы было прям прям в упор впритык распределяю поправляю мне что нравится слайдер топ помогает позволяет двигать немножечко нашу картинку подсушиваем обязательно после этого ультрабонд смотрите ультрабонд он может затекать под кутикулу поэтому возле кутикулы я пройдусь сначала nail prep вот таким вот образом растворю здесь слайдер и дальше уже по по самому слайдеру пройдусь ультрабондом таким образом у меня возле кутикулы не останется пленочки но при этом там нет ультрабонда и туда не затечет никакой топ вот мне уже нравится уже уже я подсушила можно перекрыть слегка знаете как вот чтобы не создавать лишний объем внутри можно вокруг вот так вот чисто пройтись слайдер топом если вы переживаете я просто буду покрывать сейчас матовым топом и соответственно чтобы они хорошо держались потому что на матовый топ топ достаточно тоненький а таким образом я получается ничего не закрою ничего не спрячу ничего ничего и беру теперь как раз вельвет перекрываю топом вельвет мой ноготок покрываю возле кутикулы и сейчас буду убирать лишнее так проходим проходим тонкой кисточкой везде по так кадр везде по периметру чтобы везде прокрыть все детали все места и и теперь вычищаю немножко изнутри любой кисточкой вычищаю объемчик лишний все проверяю и сушим в лампе матовый топ в лампе сохнет у нас две минуты но мне сейчас можно его схватить несколько секунд для того чтобы дальше работать можно взять сейчас ультрашайн если хочется хотя и так очень интересно смотрится видите давайте пока не буду покрывать сразу выложи посмотрю хочется мне покрыть или нет так сразу берем тонкую кисточку и начинаем выкладывать стразы кто видел эфир я хочу сделать себе снежинку на этом пальце выложить вот прям снежинку классно кто смотрел эфир по инкрустации у меня будет такая вот прикольная снежиночка на ноготочки классно дальше у меня вход пойдут белые и голографические стразики я их небольшом количестве буду высыпать на стол да тут потом конечно знаете как золушка крупу собирала так у меня здесь потом будет ну ничего здесь стразики будут покрупней это база макси помним берем покрупнее сюда можно еще крупнее делать делать девочки здесь уже фантазия и цвета абсолютно тоже могут быть у вас разные так переворачиваю обязательно выравниваю если у вас где-то будет капелька торчать макси база ничего страшного мы пройдемся потом по ней матовым топом так выравниваем так выравниваем с обеих сторон смотрю чтоб не переборщить по уголкам будут маленькие стразинки здесь я возьму миленькие даже можно взять троечку прям вообще троечку троечку маленькие я в кадре так давайте чуть чуть ближе придвину так за временем нам надо следить чтобы мы не вылетели из эфира дальше вот здесь еще поставлю здесь я хочу уже поставить стразинки молочные а пальчики вот и пошло у нас украшение царь ноготь будет прям прям нарядный будет мучина и дальше у нас пойдут бульонки бульонки я беру достаточно миленькие и беру всегда металлические тоже покупаю везде девочки предвкушая ваши вопросы покупаю везде на всех выставках везде где только есть между стразами ставлю бульон очки очень такой новогодний у нас получится красивый дизайн для любителей страз всего что блестит то есть для таких как я ну раз вы меня смотрите раз вы на меня подписаны я думаю что и вы у меня по крайней мере большая часть тоже любите чтобы все было красиво чтобы все блестело так вот здесь вот начинаем украшать здесь я не уверена даже что мне да что ты снимайся не уверена что мне вот это стразинка здесь нужно я ее аккуратно переставлю не претендую на изобретение на право из первого первого изобретение этой снежинки кто-то может быть уже делал ее до меня но тем не менее мне она очень нравится смотрите как красиво вот сюда даже можно еще по бульон очки прикрепить вверх и вниз то есть продлить нашу снежинку можно как раз таки бульон очками верхнюю часть я даже могу соединить с моим нейл дрессом вот как раз таки при помощи бульон очек поправляемся можно по бокам поставить еще по одной чтобы она была более пушистая образцы при том что у меня остались не здесь они остались дома которые мы с вами делали в эфире вот то есть я сейчас прям при вас сижу и включаю фантазию и так палочкой или пинцетиком или чем-нибудь или карандашиком выравниваем что нам надо сейчас девочки постараюсь все вопросы прочитать максимально нужно просто выровнять быстро базу верни стразы на базе и что-то ко мне пристал сразу на базе и засунуть в лампу чтобы они не разбежались хоть макси база и густая достаточно но долго тоже с ней возиться не надо потому что она может у нас так ну что вроде ровно да все в лампу и по вопросикам давайте пройдусь это ногти которые вы делали себе новой базой да девочки вот эти вот ногти это новая база плюс вот этот сегодня мы делаем сейчас тоже новой базой но у меня там подложка розовая поэтому а так сверху это молочная база под матовым топом прям ручка будет красивая дальше смотрим были вопросики стразики будут играть если топом перекрыть если сверху перекроете топом то нет девочки максимум что вы можете сделать это только между смотрите я перекрываю топом топ либо та же база макси потом обезжирить либо топ т класс я перекрываю бульонки чтобы они держались и не выпадали прям смотрите на все бульон очки я ставлю по капельке базы но у меня я даже не буду щас топ искать у меня под рукой базочка и я этой же базочка и ставлю капельки и между между самими стразиками вот таким вот образом между стразиками запечатываю между стараюсь не закрыть ни в коем случае так разверну ноготок не закрыть ни в коем случае саму стразинку иначе у нас будет некрасиво но и вокруг большой стразинки мы естественно проходимся то есть у нас получается что у нас основное крепление это стразинка крупная и вокруг нее к ней же крепятся все маленькие чтобы не цеплялась можно пройтись по бульон очкам сбоку немножечко вот таким вот образом по бульон очкам по стразинкам слегка слегка тоненько-тоненько не создавая огромную вокруг каплю мы закрепляем чтобы у вас не цеплялись бульонки и стразики за волосы только по бокам все сушим и в конце мне нужно будет пройти вокруг матовым топом девочки если я хочу чтобы у меня вокруг было все матовая вокруг пройтись матовым топом то есть где если где-то что-то выпачкалась сильно матовым не заливайте потому что иначе у вас стразики они поблекнут матовый топ все-таки он дает матовость и бульонки и стразы которые у вас в этот момент утонут в матовом они станут другими по цвету поэтому вот слегка прохожусь там где блестит там где мне хочется чтобы был матовый эффект и можно чуть-чуть даже кое-где если капелька легла толстенько растушевать немножко чтобы у вас не было потом ступеньки просушиваем либо вы можете сначала прикрепить все стразики а потом покрыть вокруг матовым топом для меня это ну как бы неудобно поэтому я делаю больше вот таким образом смотрите но он еще не досох видите следы матовый топ практически все вокруг скрыл но при этом у вас очень такая блескучая получилась звезда снежинка можно добавить можно добавить блеск вот этим нашим снежинкам а можно оставить так даже не знаю как мне больше нравится наверно пусть снежинка только блестит вот эти наверно пусть будут матовый вот такой вот новогодний дизайн у меня получился мне прям очень нравится досушиваю до конца и обезжириваю обязательно обезжиривайте девчонки для чего обезжиривать я не наносила здесь вернее я наносила здесь макси они т-класс поэтому нужно будет мне обезжирить так сейчас я найду нам лунки можно вот такие использовать можно использовать именно вот такие лунки в принципе что вам хочется то вы и можете использовать что вам захочется можно брать крупные лунки тоже очень классно будут смотреться ну это на длинные ноготочки если ноготочки не очень длинные то девчонки конечно же никаких таких лунках можно вот такие брать лунки никаких таких лунках быть захотелось делайте делайте девчонки отмечайте меня в stories я буду только рада давайте я маслом смажу ноготок чтобы у меня мои безумные валики не смущали никого вот гляньте какая красота и здесь еще будут объемные элементы хочу из моего курса из новогоднего сделать объемные какие-нибудь апельсинки и вообще будет дизайн огонь берем типсик возьмем тот на котором мы сейчас и работали по времени времечко еще есть покрываем какой-нибудь базочкой базочкой давайте покроем с вами давайте покроем с вами мелкой базой нет не мелку натурал пинг базой я покрою тоненько потому что мне здесь толщина абсолютно не нужно абсолютно абсолютно на мне здесь не нужно ноготочек уже у нас выровненный здесь можно прибегнуть немножко если блин даже не надо смотрите она уже сама все выровнялось вот то есть я только только подумала о том что может кисточку взять потому что неудобно здесь девочки на сама вся выровнялась вот тут вот только вот может быть в одном месте все видите офигенно простите за мой французский выравнивается короче мне они безумно нравятся безумно не еще вот сегодня они мне понравились еще больше чем до этого дальше она у меня пока сохнет я возьму какую-нибудь лунку какую-нибудь лунку давайте какую-нибудь вот отсюда лунку обезжириваю ну можно перекрыть топом но я сейчас не буду тратить время на топ обезжириваю и приклеиваю луночку приклею ее где-нибудь здесь так немного скосила ну здесь девочки лунки конечно не по размеру ноготка получаются не совсем и возьму 297 цвет хочу сделать небольшой градиентик прям вот дизайн будет экспресс-экспресс вот мне хочется отсюда сделать градиент можно это делать и на белой конечно базочки очень будет тоже красиво смотреться обезжирилась чтобы приклеить девочки шармикон чтобы сейчас не тратить время на т класс мы либо обезжириваем либо покрываем т классом мне сейчас времени просто как бы уже нет заканчивается наш эфир и мне хочется успеть доделать дизайн поэтому естественно я не стала тратить время и просто обезжирила дальше здесь добавлю чуть-чуть света чтобы у меня именно вот эти места были понасыщенней градиент можно не трогать практически он меня вот практически полностью устраивает уходящий на нет просто добавила насыщенность возле лунки ну естественно девочки стягивайте даже если вы просто добавили возле лунки плотность стягивайте немножечко цвет вниз чтобы у вас не было там комочков плотных проверяем себя сбоку чтобы все ложилось аккуратненько прям вот при вас сейчас сижу и придумываю дизайн вот такой дизайн никому не делала это все вот сижу при вас придумываю но мне уже нравится на белой базе тоже будет круто на мел базе будет вообще шикарно смотреться дальше я хочу сделать снежинку сделать снежинку что я делаю я вырезаю нужный мне элемент прям смотрю какую я снежинку хочу давайте в тон сделаем серебряную ладно пусть будет серебряная пусть будет прям много огня покрываю слайдер топ пожалуйста девочки всегда пожалуйста ничего не скрываю честное слово покрываю слайдер топ под снежинку пока снежинка замачивается отклеиваю снежинку и переношу на ноготок поправляю чтобы было ровненько готово подсушиваем обязательно для того чтобы у нас с вами вместе с дисперсия подсохла пленочка и обязательно ультрабонт так как пленка у нас хватилась со слайдер топом у нас с вами уже никуда она не денется и теперь покрываем либо топом теклас либо ультрашайном смотря чем вы работаете и на какие ноготочки вы работаете покрываю полноценно можно покрывать матовым топом тоже очень красиво будет а потом выделить сами камушки выделить текласом тоже будет очень красиво смотреться выравниваю немножко везде переворачиваю и излишки из самой снежинки убираю чтобы снежинка у меня осталось более объем ненькой все выравниваем и наш дизайн готов смотрите как красиво так ну что наш эфир подходит к концу наш эфир подходит к концу конечно много мы сделать дизайнов прям не успели но тем не менее мы посмотрели на базы давайте еще раз вам их положу для обзора мы посмотрели на базы посмотрели на их цвета я рассказала о их отличительным особенностям что они у нас с вами укрепляющие они у нас работают как жесткий каркас для слабых ноготочков а также это замечательные новые оттеночки плюс они у нас восстанавливают ноготочек в общем одни только плюсы 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 и содержит стекловолокно которое как раз и позволяет нам укреплять и армировать наш ослабленный ноготь протестирую потом еще в чистом виде после нового года на себе что-то тут у меня отпечаталась вот база мне очень нравится вот прям рекомендую их девчонки не пожалеете ссылка на покупку будет висеть либо вы можете в stories сделать реакцию я вам кину ссылку на магазин я очень рада была вас всех видеть смотрите в завтра что за в пятницу в 18.00 я выйду в эфир на эйми ростов еще мы поговорим о текстоне и в понедельник в четыре часа я выйду в эфир на эйми онлайн мы еще там поговорим с вами и сделаем какие новогодние дизайны так что не пропускайте следите за stories следите за афишей всех люблю всех целую хорошего вам дня